Добрый день, ребята! Мы рады приветствовать вас на нашей праздничной программе, посвященной Дню Защитника Отечества, которая называется «Тропа к генералу». И сегодня наши юные будущие солдаты попытаются пройти свой путь, путь к генералу. Давайте поприветствуем наших будущих генералов. Итак, любая армия начинается с чего? С проводов в армию, правда? Итак, давайте проводим наших солдат будущих на службу. Глуб, аплодисментами, конечно же, готовы. Нам предстоит практический свой долг патриотическим, перед отчизмом выполнять, помогут об армию и пахать. Дружно в школу шагали. Дружно ходили мы в школу и дрались, и шутили. Вместе двойки поучали, и шурупа убегали. Девочки провожают в армию. В первой жизни расцеплялись, только в парке целовались. А теперь нас разлучают, вас солдаты забирают. Вы спокойно там служите, письма чаще напишите. Будем ждать у вас любимых. Возвращайтесь все живыми. Возвращайтесь все живыми. Возвращайтесь все живыми. И в атаку поведу. Вот доехали до места. Изучит команда Слезти. Всех людей на нас созвали. Молодыми обозвали. Оглянуться не успели, нас уже переодели. А сержантом главный тут цель поставил перед нами. Стариков не обижать. Мыть полы за них, стирать. Итак, вот мы их уже переодели, да? И сейчас давайте наденем на них торжественно погоны рядовых. Погоны рядовых девочки надеваем. А пока на них надевают, на наших будущих солдат погоны рядовых, я представлю наше жюри, которое будет сегодня судить. Учитель физкультуры Михальчук Алексей Степанович. А у нас цель другая. И ленивый даже знает. Плох солдат, кто не мечтает, дорасти до генерала. Скажем прямо, без запинки. Генералу есть тропинка. Росту вам не занимать. Надо про тропу узнать. Тропа к генералу уж очень терниста. Ленивый туда доползет лет за триста. Итак, у нас начинается армейская жизнь. Сейчас вас ждут конкурсы. И за каждый конкурс вы будете повышаться в звании. Первый конкурс у нас. Сейчас вы рядовые. Посмотрите, пожалуйста, ребята, какие погоны у наших солдат будущих. Сейчас мы узнаем, как же конкурс называется «Устав армии». Вот первые трудности встретили вас. К уставу привыкнуть должны в сей же час. Придется учиться, как честь отдавать. По плацу без отдыха сутки шагать. И так армейцы первый конкурс. Сейчас вы должны построиться. И сейчас оденут вагоны. Слушай, почему одна тут детственная девочка? Итак, сейчас вы будете выстроить все в одну шеренку. И будете выполнять команды. Алексей Степанович вам сейчас будет давать команды. А жюри, смотрите, насколько правильно... Без погонов сейчас оденут вам погоны. Ты и так уже не хреба. Насколько правильно, насколько точно будут наши солдаты выполнять команды. И кто будет затем в жюри решить, кому же хоть кого будем повышать в звании. Так, готовы? Встаньте все в одну шеренку. По-русски. Давайте встанем по-русски. Бегом. Быстрее, быстрее. Поменяйте. Поменяйте девичку. Не, 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 не. Ирина Сергеева, из Парсиана, у нее у нас все записываются. Розовая, третий. Так, четвертый мальчик, какой вы я? Самины. Или вот отсюда четвертый. Да. У военных, на четвертые троги, они развиваются по команде становец, правофланговый занимает свое место, затем остальные и последующие дистанции, раздавая кулачок друг от друга, примерно вот такая, кулачочек. Да. Сейчас будет команда разойдись, вы просто уходите с места. По команде становись, правофланговый направляющий занимает свое место, остальные устраиваются в шейнгу по одному. Разойдись. В одну шейнгу становись. Все, и проверяем место, расстояние, у кого где, кто плечами прижался, вот того ошибка. Мальчики там. Проверка, это вот такая, повернулись, право, влево. Все, становись. Итак, команда становись. Рыли. Смирно. Налей. Во. Раз. Два. Налей. Во. Раз. Два. На право. Раз. Два. На право. Раз. Два. В круг. Го. Раз. Два. Вот вы обратили внимание, жюри, через какое плечо поворачивается. Поворот на кругом через левое плечо всегда осуществляется. Внимание. Налей. Внимание. Во. Раз. Два. Жюри, давайте, отмечайте. Команда была налево. Так. Внимание. На право. Во. Раз. Два. Гру. Во. Раз. Два. Он может на месте помарширует? Давайте. Нет, дохода на месте. Помарширует. Внимание. На право. Во. Раз. Два. Дистанция на полуутинутой руды. Продолжение. На полуутинутой руды. Стоп. На полуутинутой руды. Внимание. На месте. С левой ноги. Подмышку. Шагом. Марш. Раз. 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 Два. Три. Раз. 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 Два. Три. Левая. Левая. Раз. А. Раз. Раз. Два. Три. Отмашка в руку. Снимите жюри за отмашкой в руку. Четкая способность. Леги. Раз. 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 Два. Три. Стой. Раз. Два. До десяти. Левая. Левая. Раз. Два. Молодцы. Ну, в принципе, да. Аплодисменты. Аплодисменты. Жюри подводят итоги максимум за конкурс за каждые десять баллов. Рейтинг Вадим и поросных Вован. А коморников. У коморников. А, нет, коморников нет. У коморников ошибка была там, когда это поворот. И вокруг он неправильно. Так. Повысили звание. Ну, а следующий у нас этап называется... Следующий этап называется теоретические занятия. Дадут об армии наши понятия теоретические занятия. Оружие, виды, стратегию боя, чины и награды. Учите за боем. Итак, пора проверить вашу теоретическую подготовку по военному делу. Отвечаем на такие вопросы. Давайте прямо по порядку. По порядку, да? Итак, назовите самую распространенную среди моряков одежду. Саша. Дельняшка. Дельняшка. Правильный ответ. Второй вопрос. Из чего состояло вооружение древнерусского воина? Из мечей, копьев, трех, арбалетов, кольчугов, щит, щит. Достаточно. Достаточно. Шлемы секиры еще не были названы. А так все хорошо, все названо. Правильно. Следующий вопрос. Выдающийся русский полководец 18 века. Ну, 40 высказан ответ. Давайте засчитаем. Засчитаем? Засчитаем у поросных этот ответ. Он ответил. А почему следующий вопрос тогда скажем? Так, назовите самое высокое звание, которое существовавшее в русской армии. Генералиссимус. 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 Да, хорошо. Ну, ладно. Давайте следующий вопрос. На какие рода подразделяются войска российской армии? Так, все покупные. Военно-воздушные и мужские. Так, и еще есть. Еще есть вариант. И еще есть вариант. Более через полу. Мотострелковые есть. Такие войска. Еще пополнили. Вы учитываете дополнительные ответы? Так, танковые. Танковые. Давайте посмотрим презентацию еще. Какие же войска у нас входят? За себя ответил. Ракетные. Так, ракетные. Ракетные есть такое. Так, давайте посмотрим. Итак, вооруженные силы Российской Федерации входят сухопутные войска, военно-воздушные силы, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, войска противовоздушной обороны страны. Сухопутные войска. Это пехота, артиллерия, ракетные части и танки. В военно-воздушные силы входят бомбардировочные, истребительные, а также вертолетные части и соединения. В ракетные войска входят части, вооруженные мощными ракетами, которые могут доставить любую точку земного шара, сокрушающий атомный заряд. Военно-моргажей, пожалуйста, мне пускай подойдет. Кого называют в отцом русской армии? Кто кричит? Отец, фамилию, фамилию, военно-начальника. Отец русской армии? Подумай еще так. Петр Первый, отец русской армии. Так. Еще вопрос. Назовите, Родион, сюда ближе, известные вам города-герои Советского Союза, которым было присвоено почетное звание замужества и героизм защитников. Ленинград. Ленинград. Еще. Сталинград, это, как вы называли? Сейчас. О, да. Еще. Сталинград, пойдет Сталинград дальше. Еще. Так Ленинград, Санкт-Петербург, это одно и то же. Мурманск. Мурманск, правильно. Еще. Москва, Москва, Новороссийск, Ленинград. Кто Новороссийск сказал? Так. Все, есть еще варианты? Так, слушайте еще, и все в зале. Не знаете города-герои. Москва, Брест, Минск, Киев, Ленинград, Мурманск, Тула, Севастополь, Керчь, Одесса, Сталинград, Смоленск. Так. Ну и кому еще не знала? Ко я не знала вопрос? Сюда ближе подойдите. Летчик, майор, герой Советского Союза. Его самолет был сбит на вражеской территории 18 суток. Он ползком пробирался к линии фронта. После ампутации обеих ног по личной просьбе был направлен в истребительный авиаполк, где в воздушных боях сбили еще 7 вражеских самолетов. Назови имя этого человека. Алексей, кто знает из того? Алексей Моресьев. Так, жюри подводите итоги. Видят супер страшный сон. В казарму превратился отчий дом. Казарма это армейский барак, где рядом коечки стоят. Солдаку без разрешения, друзья, на эту коеку даже сесть нельзя. И все же казарма это бомбоубежище для нас от метких, зорких, командирских глаз. И сейчас мы проверим, как же хорошо вы обустроились в вашей казарме. Вам нужно... Что люди делают в казарме? Как вы думаете? Сал, скажите, пожалуйста, что вот военные... Вы сейчас присядьте пока за стол? Пишут письма. Пишут письма, молодец. Еще что делают в казарме? Еще. Пусть отмаршировались. Что ж? Не тише, мальчишки, я не слышу. Смотрите, наши солдаты будущие. Мальчики, мальчики, не мешайте. И нам тоже всем. Вот они, наши будущие солдаты. Посмотрите, как хорошо обустроились в казарме. И первый вариант, чем они занимаются, это было написание писем. Девочки, раздайте, пожалуйста, им листочки и ручки. И мы предлагаем им написать письмо родным. Кому хотите, мальчики, тому и пишите. Своим родным написать письмо. Получают с вами, сержанта? Читать письма нехорошо, чужие. С толку стреляют сверху, снизу, сбоку. Но и мы не лыком шиты. Побахнули разок, враги отбиты. Итак, войсковые учения. Я сейчас каждому отделению выдам пакет с письмом, где будет сообщено о место расположения противника. Но пока письмо дошло до части, оно приобрело потрепанный вид. Ваша задача. Первая. Забрать из кусочка в ценное письмо, расшифровать написанный текст и найти по тексту местонахождение врага. Ну и принести нам только аккуратно вот этого врага самого. Хорошо? В жюри пусть и тут сразу. Так, жюри посмотрит, каких же врагов у нас отыщет, кто самый первый справится с заданием. Так, вы сейчас расположите, кто будет по краям в сцене, где как-то будет. Наталья Анатольевна, шутка, где она есть? Да, где она будет, истать, истать, истать. Слышно. Слышно, стоять, истать. Да, вы, истончики. Да, пятый, а. Слышно, значит ли? Как называться? Так, прапорщика, девочки. Четыре человека получают повышение. У кого уже было еврейтор, где получают прапорщик. У кого было ниже звание, его название выше. Слышно. Почему еврейтор? Держан сначала, держан на прапорщик. Да, я говорю, кто просто уходить с обоина уже не было? Да. Все, тишина, мальчики. Итак. И всем, вы видите каждого свою званую, девочки. Каждого свою званую. Сейчас прапорщик. Анфис, подготовка. Чтобы сильными, храбрыми стать. Так, мальчики, куда? Выстанавливайся. Выстанавливайся. Приходится нам ночами не спать. Приемы самбо и тэквондо учим привлечь, что мы от и до. Играем в футбол, в волейбол и хоккей. С физподготовкой у нас все окей. Итак. Конкурс на физподготовку. Отжимание. Кто? Больше всех у нас отожмется. Приготовились? Приготовились. Раз. Меньше. Два. Хочу. Три. Готов. Три. Три. Четыре. Так, а не будет. Нет, а не будет. А что не пойдет? Вистер и драйвил. Кастрюли блестят. Кухня. Кумор для голодных ребят. Конкурс «Солдатская картошка». Так, делаем следующим образом. Задание такое. Три на ша. Сейчас три человека выходим. Давайте. Значит, задание такое. Разрезать картошку так, чтобы половинки были равны. Еще раз давайте сюда их сделаем. И показывайте жюри. А в бой или поперем? Хоть как. Хоть как, чтобы половинки были равны. Так, показывай жюри. Попробуем. Так, показывай, прям сдавай ее. Попробуем. 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 Сейчас подойду к вам. Последний конкурс. Он называется «Скрилки на страже Родины». Теперь вам можно доверять границу нашу хранять. И вот и все, как дождь и зной, учат, кто там стреляет в стойке. Так, кем идем, девчонки? Давайте я вам деду. Давайте я вам деду. Давайте я вам деду. Поздушите, пожалуйста. Дед, дед, дед. Смотрите. Смотрите. Сколько подъедевали будет? Куда? Так, три. Возди, девочки. Трех. Сидите, девочки. Так, резин. Три. Один. Не фигелый, как? Не фигелый, как две. Три. А что вы не считаете? Так вы ставьте, я не знаю. А что вы не считаете? А что вы не считаете? А что вы не считаете? Две, две. Пока на страже Родины стояли, пока границы зонку охраняли, два года незаметно пролетели, и вы про дембель радостно запели. Где, Лена Александровна? Песня надо включить. Один. Один. Да. Сейчас, пока у нас звучат звания. Андрей Исовичко, да, у нас получает. Деви. 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 Порить не будем. Не важно, до какого звания вы дослужили. Важно, что вы дослужили до дембеля. Я вас поздравляю с этим. И мы в честь вас сейчас, в честь наших солдат будущих, вот этот танцевальный номер. Где танцевальный номер? Песня. Деви. Песня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, аплодисменты. Ну а на этом наша программа праздничная, ребята, заканчивается. И теперь каждый, наверное, продолжит поздравлять мальчиков, будущих солдат.